Отточенная пластика движений Чтоб бегать, плавать, двигаться умело Противника играя побеждать Пускайте тело без сомнения в дело Нет больше чести, чем себя создать Спорт дарит нам энергию здоровья Упорство, силу духа, красоту Спорт учит нас на мир смотреть с любовью В реальность воплощать свою мечту ГТО. Будь готов! В эфире программа «Актуальное интервью» В студии Ирина Цепетова Как вы уже догадались, сегодня мы будем говорить О комплексе «Готов к труду и обороне» У нас в гостях региональный посол ГТО В Нинистском автономном округе Ирина Коткина И заместитель директора спортивной школы труд Которая является региональным центром Тестирования ГТО Евгений Шестаков Здравствуйте! Добрый день! Последние несколько лет три буквы ГТО Очень прочно вошли в нашу жизнь Немногие, возможно, понимают, что это такое Поэтому давайте поговорим о том, что же такое Представляет собой комплекс «Готов к труду и обороне» Евгений Николаевич Почните самое основное Да, то есть если исходить, кратко пройти по датам Вот у нас ГТО возникло в 1930 году С этой даты всё началось И уже бурно начало развиваться оно Потому что уже в 1930 году 24 тысячи человек Получило знак отличия ГТО И уже в 1931 году появилась, утвердилась программа первая По ГТО появилась одна ступень была на то время И принимались возрастные категории Мужчины 18 лет и старше, и женщины 17 лет и старше В 1932 году уже тоже так же очень сильно началось движение И даже в 1934 году уже появилась ступень для детей И, ну, конечно, это всё продлилось до 1991 года Когда был развал Советского Союза у нас Вот, но в 2014 году указом президента Это у нас всё возобновилось И опять же, очень-то глобально много вышло нормативных документов Которые, ну, опять началось развитие Развитие ГТО На данный момент оно очень уже широко распространено По всем регионам России Как вы считаете, почему оно вернулось к нам в нашу жизнь, ГТО? Ну, всё-таки ГТО — это у нас самое, что мы развиваем Физическую культуру и спорт укрепляем То есть этот акцент больше сделан, можно сказать, для подрастающего нашего поколения Чтобы вот это именно ступени не западали Не выходила, так можно сказать, система из строя Поэтому укрепление здоровья — это самое главное Вот иначе называют ГТО — формула национального здоровья Я думаю, что это очень правильная формулировка Как мотивировать человека сдать нормы ГТО? Я только понимаю, что в школе их сдают Или это необязательное? Вообще четыре принципа ГТО Это у нас, значит, доступность Это у нас, значит, то, что люди должны идти в медицинское заключение получить И они добровольно должны прийти То есть никто их не должен заставлять Они сами должны быть мотивированы Потому что их здоровье — это непосредственно их здоровье И прийти в любой центр тестирования В первую очередь зарегистрируются на сайте gto.ru И пройти тестирование согласно его ступеней возрастной А возрастные ограничения какие? От скольки до скольки лет можно сдавать? Ступени разграничены на 11 Их начинают от 6 И 70 лет и старше — это 11 ступень Вот они все разделены по группам Обычно каждая ступень — это 3 года В основном занимают это где-то по 6 ступень Это пошкольный возраст, так скажем И уже в специальных образовательных учреждениях И поэтому там ступени разделены где-то на 3 года Вдалее там немножко побольше Там уже начинает 30-39 На большой уже возрастной границе Сколько дисциплин или нормативов? Как это назвать? Ну опять же, есть дисциплины какие-то То есть там нет дисциплин как таковых Есть обязательные, есть по выбору испытания Соответственно, в обязательные виды в основном Включен это бег Это вот такие самые важные Которые вырабатывают 4 вещи Это выносливость, силу, скорость Там скоростно-силовые упражнения Вот на эти все группы, скажем, мышц и здоровья своего Вот они выделены отдельными блоками Поэтому на все эти испытания Вот как бы из 4 видов состоят Ну в разных возрастных категориях Это могут быть разные виды, разное их число Естественно, для тех, кто помоложе Это более серьезные испытания А для тех, кто уже возраст более зрелый Там более щадящие нормы И число обязательных И по выбору испытаний Как у нас в округе обстоят дела Вот с популярностью комплекса ГТО Сколько уже человек, может быть, получило знак? Есть какая-то статистика? Так, ну статистика Вот у нас специально я подготовила К нашей встрече С 2015 года у нас уже начали Выполнять нормы ГТО И цифра эта сначала была не очень большая Так, в 2015 году это было 60 человек В том числе золотой знак отличия всего 3 В 2016 году уже было 125 человек То есть в два раза больше И золотоносцев в 24 И вот уже в 2017 году У нас год еще не закончен Но у нас выполнили нормы ГТО 116 человек Из них 27 на золотой знак ГТО Ну то есть в принципе статистика неплохая И видна динамика Я думаю, что с этого года С 2017 года, когда выполнить нормы ГТО Могут уже все категории населения Я думаю, что мы выйдем Можно сказать даже в лидеры За счет тех, у кого возраст выше Чем школьный и студенческий Я думаю, что таких у нас желающих Показать себя будет очень много в округе Каким образом можно сказать? Куда обратиться? Вот вы уже говорили о том, что нужно Зарегистрироваться на сайте А что делать дальше? Куда обращаться? Первоначально можно зарегистрироваться Самостоятельно на сайте Можно также обратиться в центр тестирования Спортивная школа труд Является одним из центров тестирования И специалист может помочь Зарегистрировать и получить ID номер И потом далее Далее уже по плану По этапному внедрению Физикультурно-спортивного комплекса ГТО в университетском автономном округе Можно начать тестирование Так скажем, в течение Опять же, если брать возрастные группы То седьмой и старшей группы То есть у них, получается, они в течение года Могут тестироваться У школьного возраста У школьного возраста Они тестируются с лета По лето следующего года То есть учебный год Единственное, в этом году В семнадцатом У нас сейчас получится Граница Это тридцать первое декабря Семнадцатого года Поэтому школьники будут Выходят новые нормативы И поэтому в семнадцатом году Тридцать первым декабря Закончится полностью И по школьникам Прием нормативов И по взрослым категориям Соответственно И уже с первого января Восемнадцатого года Вступают новые нормативы Они немного сложнее Немного сложнее Потому что Проанализированы, наверное, скорее всего Федеральным органам Эти все ступени Ну да, там было исследование Более миллиона Участников Выполнения норм Были проанализированы Их результаты И, видимо, уровень сложности Если раньше, например, такая была Возможность Сдать на бронзовый знак Можно было, например, там бежать Без исчисления времени Ну, так скажем От обеда до забора Ну, вот такие абсолютно вольные нормы Сейчас исключены То есть везде есть ограничения Временные Там количество раз Все очень точно Я знаю, что Одна из дисциплин Это лыжи, да? Есть, по-моему Такие нормативы нужно сдавать Я знаю, что, допустим, школьники Там Они бегают в северном сиянии Да? Ну, это в зависимости от регионов Да, и вот эти Их нормативы там Они учитываются в ГТО Это правда, да? Да Это наиболее удобно Так скажем Потому что школьники Они участвуют в соревнованиях И кто особенно может быть Пожелал сдать на ГТО Они, соответственно Ну, сдать нормативы Вот Они могут поучаствовать в соревнованиях И параллельно То есть вот этот у них Зачет временной Он будет внесен В их В их испытания По лыжным углам Ну, это опять касается Снежных регионов Вот В основном Но в регионах Все равно можно вводить Свои национальные направления Так скажем Виды Вот Также и прикладные виды Выносить Не более двух Это непосредственно В самом регионе В испытания Вот Но школьникам Очень удобно Но сейчас Может быть Согласно Вот плану Нашему По этапному внедрению ГТО в Нейско-автономном округе Сейчас мы проводим У нас Фестиваль Проходит с 11-го числа То есть вчерашнего числа С 11-го числа И до конца сентября Мы проводим фестиваль Который Посвящен Дню образования Нейско-автономного округа И сейчас мы Начинаем Тестировать Людей Кто подал Индивидуальные заявки Или непосредственно Можно и групповые заявки Как угодно То есть Приходят Непосредственно В центр Тестивили В рабочее время И мы их Определяем Когда им что нужно сделать То есть Мы их тестируем Непосредственно На месте Понятно Что у нас Проблема Может возникнуть С плаванием Но мы выходим Из этого положения Мы просто набираем Группы определенные И решаем Эту Проблему То есть Комплексно Вот Если нам нужно Кому-то То есть Упражнение По выбору Пулевая стрельба Соответственно Мы договорим У нас один тир И один бассейн Вот Но это все Реально Возможно решить Без каких-то Таких проблем Потому что Центрами тестирования Является У нас также Учреждение Где непосредственно Непосредственно Находится И тир Стрелковый И бассейн Вот Поэтому Они также Выполняют Роль центра Тестирования Ну Именно по этим Узким направлениям То есть Не возникает Сложностей С местным Проведением Да То есть С местным Проведением Вообще Нет проблем И с материально Техническими Ресурсами Тоже И В этом Ну в этом Проблемы Никаких Нет Мы даже Предлагаем Если Учреждение Ну Бывает Проблема У них Принимать Потому что Учитель физкультуры Один Группа Может быть Большой Непосредственно Который хочет Дать Непосредственно Нормативы Мы готовы Приезжать Мобильно Приехать С техникой Какой-то Непосредственно Принять Помочь Также все Протоколы Заполнить И Вообще Нет в этом Никаких Я думаю Важно Отметить Что Округ получил Федеральную Субсидию На приобретение Специального Оборудования Для проведения Тестирования Норм ГТО В прошлом году На базе Нашего Социально-гуманитарного Колледжа Были проведены Курсы Для Учителей Физкультуры Всех Сельских Школ И тех Кто работает У нас Вот в таких Центрах Тестирования У нас Самый Главный ГТО Центр Это Спортивная Школа Труд Также Могут Принимать Нормы ГТО В Лидере В Норде В Сельских Школах В 14 Поселениях Ну и У труда Есть Шесть Филиалов Селах Там Там Есть Инструкторы Которые Могут Этим Заниматься То есть Мы еще Потом Аккумулируем Эти все Протоколы Которые Заполняем И потом Уже Федеральному Оператору Отправляем То есть Мы Являемся Региональным Оператором Полностью Все Нормативы Собираем В одну Базу И потом Уже Направляем Федеральный Орган Который Потом Уже Выносит Кто Решение Так Скажем Кто На Золотой Знак Сдал Кто На Серебряный Кто На Бронзовый Знак Отличия Кстати Если Говорить О мотивации Вы сказали Что Учителя Физкультуры Они Проходят Курсы И Значит Они Как-то Мотивируют Школьников На уроках Физкультуры К Сдаче Норм ГТО Я думаю Самая Главная Мотивация Сейчас Для Школьников Что Министерство Образования С Министерством Спорта Договорились О том Что При поступлении Абитуриенты В ВУЗы Могут Иметь Дополнительные Баллы При поступлении Каждый ВУЗ Конечно Решает Это Самостоятельно Там Ограничение До 10 Баллов Я так Знаю Что Наши Ребята Уже Воспользовались Этим Правом И Один Балл Который ВУЗ Добавлял Обладателю Золотого Значка Сыграл Решающую Роль Вы Сами Понимаете Что Один Балл При поступлении Это Очень важно И Опять же При решении ВУЗа Возможно Обладателям Золотого Значка Повышенная Какая-то Стипендия Поэтому Я думаю Что Один из важных Один из важных Моментов При мотивации Школьников Добиваться Таких Высоких Результатов У нас есть Мотивационный Ролик Что делать Если хочешь Золотой Знак ГТО Я хочу Чтобы мы Сейчас Все посмотрели Этот ролик Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Получить За золотой Значок ГТО Сложно? Насколько Нужно Быть Физически Развитым Сильным Ловким Я могу Сказать Что В ступени Которые Обучающиеся Проходят Там Довольно Таки Не так Просто Все Сделать Вот И Возраст Например Вот Ступени Тридцать Сорок Лет Они Тоже Там Достойные Нормативы Поэтому Они Так Приближены Так Скажем К Массовым Разрядам Вся Проблема Может Еще В основном У нас Да У нас Район Снежный Скажем Так И Времени Например Бегать Вот Очень мало Периоды Очень короткие И Люди У нас Легкая Атлетика У нас Немножко У нас Проблема С этим Именно Непосредственно Ребята Кто Занимается Лыжной Подготовкой Тех Может быть Немножко Попроще Они Могут Задавать Наиболее Приемлем Для них Хорошие Временные Дистанции Удобные По 2 По 3 Километра И Более Просто Они там Проходят Эту Дистанцию Ну Конечно Ребятам Которые Не Занимаются Не то Что Не Занимаются Не Занимаются Но Легкая Атлетика У нас Здесь Не Развита Просто Им Достаточно Тяжело Именно Бег Сдавать Потому Что В основном Это 2-3 Километра Все равно Нужно Бегать Бегать У нас Я скажу В защиту Более Зрелого Возраста Что На золотой Значок Выполнить Нормы Тоже Достаточно Ну Нужно Приложить Усилия Так Скажем Поэтому Необходимы Все равно Какие-то Регулярные Занятия Какая-то Физическая Активность Которая Вот Я всегда Призываю К тому Заниматься Тем Что Тебе Приносит Удовольствие Пусть Это Будет Езда На Велосипеде Пусть Это Будет Утренняя Зарядка Пусть Это Будет Ходьба С Палками Скандинавская Пусть Это Будет Что Угодно Но Чтобы Тело Твое Было Готово К тому Что Ему Необходимо В определенный Момент Проявить Себя С лучшей Стороны Вот Например Для Меня Из Всех Норм Которые Мне В моей Возрастной Категории Необходимо Было Выполнить Для меня Например Было Очень сложно Лыжи Поскольку Я Это Не входит В любимый Вид Спорта Мой У меня Волейбол Плавание Велосипед И Вот Когда Были Соревнования Северное Сияние Я Вот Собралась С духом Вот Постаралась Прошла Необходимую Дистанцию За необходимое Время Вот И Вот Осталось Теперь Практически У меня Одно Испытание По выбору Я Естественно Выбрала Плавание Поэтому Я тоже Вот Намеренно Все-таки Как посол ГТО Наверное Было бы Стыдно Не Выполнить Норму На золотой Значок Поэтому Я Собираюсь Это сделать Обязательно В этом Году И Очень Важный Момент По поводу Отчетных Периодов Мы уже Сказали Что Школьники Это Учебный Год А для Взрослого Населения Это Календарный Год То есть Надо успеть В течение В течение Этого Года Сдать Эти Нормативы И Если Вдруг Вас Не Устраивает Ваш Результат Вот У меня Есть Такой Один Обязательный Я Его Пересдам Потому Что Мне Обязательно Надо На Золото Поэтому Можно Сдать В течение Этого Года Не Более Трех Раз И С Перерывом Не Менее Двух Недель Между Сдачей Одного Норматива Расскажите Раз Живой пример У нас сидит В студии Расскажите Что относится К обязательным Для вашей Возрастной Категории И Что Можно Выбрать Для меня Обязательно Это Бег Я Тоже Скажу Что В принципе И в школе Когда мы Выполняли Нормы ГТО Для меня Это был Камень Преткновения Как раз Лыжами Мы тогда Занимались Поскольку Снежный Регион Почти Все время А вот С бегом Да Были проблемы То есть Обязательный Бег Затем Отжимания От пола Так мы Это Называем И Наклоны Когда Замеряется Сантиметр Вот Насколько Ты наклонился Ниже Определенной Поверхности Вот как раз Как-то я Неудачно Наклонилась Поэтому Я хочу Хочу Наклониться Красиво И Среди Альтернативных Видов Среди Необязательных Так скажем По выбору Но которые Тоже Учитываются Это вот Лыжи Которые Я Уже Сдала Может быть Там Какой-то Кросс По пересеченной Местности Там У каждой Возрастной Категории Есть Возможность Выбрать Приемлемые Лично Для вас Виды Вот Ну и Я выбираю Для себя Плавание Которое Я надеюсь Дать В ближайшее Время Вписаться Обязательно В нормативы Поэтому На сайте ГТО Очень Подробно Рассказано Показано В виде В видеороликов Писательных Каких-то Моментов Как нужно Правильно Выполнить Нормы ГТО И Хочу сказать Что у нас Уже Более Тысячи Жителей Округа Там Зарегистрированы И Первая Троица Это Наши Спортсмены Сотрудники Департамента Образования Культуры Спорта Которые Начинали Эту работу Самый Первый У нас Игорь Павлович Шевелев Известный В округе Спортсмен Лыжник У него По-моему Нет еще Значка И Надо Делать Выводы Вот Ну а на сайте Вы можете В своем Личном кабинете Видеть Ваши Результаты Когда вы Выполняете Какую-то Норму Все это заносится Как сказал Евгений Николаевич Протоколы Как региональный Оператор Наша Спортсмены Школы Труд Сотрудники Могут Заносить Эти данные На сайт И тогда Вы уже Можете Увидеть Свои результаты Причем Вы можете Посчитать На калькуляторе Что необходимо Вам еще Доздать Чего вам Не хватает Какой значок Вы Получите Золотые знаки Это вот уже Министерство Спорта Присылает Свой приказ На сайте Он Отображается И тогда Вы уже Можете Претендовать На торжественное Вручение Этого знака Буквально Накануне Студенткам Социально-гуманитарного Колледжа Вручили Золотые знаки Да-да И это все Согласно Приказываю Министерство Спорта То есть На уровне Региона Серебро Бронза Распоряжения Медиапартамента А наши Золотые Значкисты Это уже На уровне Российском На уровне Министерства Спорта Приказ Должен быть А вот Если смотреть Статистику Все-таки Кто больше Сдает Нормативы ГТО Какой возраст Это все-таки Школьники Студенты Или люди Более Такого Старшего Возраста Людям Старшего Возраста Пока не было Такой возможности Не было возможности Да У них Она появилась Сейчас В 2017 году Эта возможность Появилась В моем окружении Очень много Людей Активных Вы знаете Что округ у нас Спортивный Спортивный Да И Когда Озвучивают Какие-то цифры Касаемые округа То Я всегда Предлагаю Делать это В процентном Отношении Согласна В процентном Потому что Округ маленький Поэтому если мы Ту же тысячу человек Которые зарегистрированы На сайте ГТО Соотнесем С 42 тысячами Не учитывая Младенцев Это будет очень Хороший показатель По стране А есть какой-то Рейтинг Рейтинг Регионов По сдаче ГТО Рейтинг Конечно Это центральные районы Там просто Они превосходят Всех Ну опять же От количества Населения у них Получается Количество населения Большое Поэтому рейтинг у них Очень большой Хотя я говорю Опять же Все это Если процентное Соотношение Сделать То Наверное Мы неплохо Будем смотреться Я думаю Что не то что неплохо Мы достойно Будем показывать Результаты По этому поводу И Здесь говорить о том Что мы немножко Отстаем Хотя Опять же Повторюсь Из-за снежного Нашего региона Вот То есть Мы достойно Показываем результаты Именно по Золотым значкам Отличия Наши ребята Сейчас в октябре Три человека Одни из лучших Поедут В Артек Где Будет проходить Уже Всероссийский фестиваль Будут там Представлять наш регион Выступали уже На Всероссийском фестивале В Белгороде То есть Наши ребята Тоже держат Марку Да И вот В этом году Отличились ребята Это ребята Второй школы Четвертой школы И третьей школы Вот они Достойно так Я сказал даже Ну по школам Даже в разрезе Могу сказать Что вот они Вот едут Ребят Тоже спортсмены Тоже занимаются Один занимается Футболом Просто мы уже встречались Готовим их Именно к этому Всероссийскому этапу Который будет В Артеке Вот И один занимается Хоккеем Ребята молодцы Конечно Да Но они Они целенаправленно Настойчиво Приходили То есть именно Сдавать И даже Индивидуально Независимо То есть я вот повторил Что это школы были Они индивидуально Пришли Заявки подали Все Тестировались Они нормативы Все сдали Ну очень хорошо То есть они показали Потом федеральный центр Соответственно Нам прислал Кто Именно непосредственно Поедет На этот Поучаствует Именно во Всероссийском фестивале Мне кажется Для ребят Спортсменов Это дело чести Получить Значок готов Неважно Мне кажется Какой Золотой Серебряный Или бронзовый Но Попытаться сдать Это наверное Ну да И в чем-то Проявить себя То есть они Занимаются Любым видом Спорта А тут все-таки Немножко другое Тут И Своё я Проверить А может быть Это Может быть Я там и не смогу Совершенно Сбегать То есть они Вот тут немножко И так цепляют За это То есть спортсмены Все равно Они борются За свои Как бы результаты Вот Поэтому они так достойны И очень заинтересованы Поехать там Выступить Показать там Себя Я думаю Что мы к этому Их подготовим И тренера Где они занимаются Непосредственно В каких там Секциях Кружках Они тоже Этому Помогут ГТО Это вообще Очень хорошая Наша российская Традиция Так скажем Это наша фишка Я думаю Что наши Вот такие Проекты Российские Нужно раскручивать И вот Старое Хорошо Новое Хорошо забытое Старое И когда-то В прошлом году Открывали В Ненецком Краеведческой Музее Выставку Посвященную Спорту В округе И там был Большой раздел Посвященный ГТО Так вот Василий Петрович Самойлов Который был На этой выставке Рассказал целую Историю Участия В этом движении Когда вот эти Буквы менялись Там были ГТО ФСК ГТО Различные Но тем не менее Он обладатель Вот несколько таких Знаков И до сих пор Бодр душой И телом И я думаю Что если бы он взялся И эти нормы С легкостью выполнил Для его возрастной Татегории 70 и выше Василий Петрович Вообще Наша гордость Наша программа К сожалению Подходит к концу Давайте еще раз Повторим Фестиваль Будет длиться До Фестиваль Да Фестиваль Значит С понедельника С 11 По 31 Числа Мы ждем Всех В спортивной Школе Труд Индивидуально Групповые заявки Как угодно На сайте NowTru.ru Соответственно Можете посмотреть Эти все заявки Там Все Всякие Приложения Которые нужно Заполнить Телефон Контакты 2.17 11 Можно обращаться Так скажем Как скорая помощь Приедем Приедем на место Если нет возможности Приехать к нам Потому что Где-то отдаленно Где-то неудобно Мы сами приедем Оттестируем У нас мобильно Все есть с собой Приедем Также в любую Там школу Учреждения И поможем Все сделать Занести все Протоколы Оттестировать Прямо на месте То есть Никакой проблемы В этом не нужно Соответственно Нужно только что Что было Про медицинское заключение Все-таки Эту основную группу Нужно иметь Вот Но мы Всегда готовы Я еще раз повторюсь И к нам В спортивную школу Там все знают К кому обратиться Что сделать Как сделать То есть все Поступенчество Поэтапно И мы все сделаем Для того чтобы Человек получил Золотой знак отличия Спасибо Ирина Валентиновна Спасибо Евгений Николаевич Я думаю Напоследок Мы посмотрим еще Один мотивационный ролик Как ГТУ Поможет тебе В реальной жизни Это было актуальное Интервью Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok